Омская молодёжь стала участником всероссийского проекта «Диалоги с героями», в рамках которого школьники и студенты встретились с Вячеславом Бочаровым. Участник Афганской, Первой и Второй Чеченских войн рассказал молодым людям о своём боевом прошлом. Я закончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды краснознамённое училище в своё время. В 1977 году это было давно для вас, а для меня недавно. Прослужил 25 лет в воздушно-десантных войсках. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в разведподразделении. Был ранен, был награждён. Окончил военную академию имени Фрунзе. А когда наша сторона столкнулась с таким врагом, как терроризм, я уже в звании полковника написал рапорт с просьбой перевести меня в антитеррористическое подразделение Федеральной службы безопасности. В таком подразделении, как Вымпел. Вы знаете, есть два серьёзных подразделения ФСБ. Это Альфа и Вымпел, которые как раз занимаются борьбой с террористической угрозой. Звание Героя России Вячеслав Алексеевич получил за освобождение заложников во время теракта в Беслане 1 сентября 2004 года, где был тяжело ранен. После чего он ещё несколько лет прослужил в ФСБ России. Молодые люди задавали спикеру много вопросов о службе и спрашивали совета, как построить военную карьеру. Совет он мне дал, чтобы я шёл к цели и выбрал именно войска. Моя мечта поступить в МФ России, так как три моих брата служат в МФ и уже большой срок от 15 до 20 лет. И я также планирую продолжить карьеру и род деятельности своих близких. Сегодня был откровенный разговор, и Вячеслав Алексеевич, как бы так сказать, он мудро отвечает на все вопросы, и мне очень интересно было. Очень важно, что приехал человек, живой носитель этих поступков, этих воспоминаний, и он сейчас перед ними выступает. И, зная особенности вообще возрастной психологии, могу сказать, что сейчас они ещё не осознают. Рефлексия включится позже, через неделю, через две, у самых таких, через, может быть, вечером. Сейчас вот совершенно верно было сказано, что придут домой, загуглят, что-то начнут читать. Поэтому впечатление самое яркое, самое нужное. Стоит отметить, что всероссийский проект «Диалоги с героями» проводится в нашем регионе уже не первый год. Продолжение следует...